Куда и как добрались участники конного перехода, посвященного ко дню возрождения карачаевского народа. Сегодня завершающий день мероприятия о красивейших и труднодоступных местах Карачаевой Черкесии, которые преодолевают всадники на лошадях карачаевской породы Алла Качеева. Высокогорный перевал Гумбаши. Вид с плотов фантастически красив. Здесь взору открываются характерные двуглавые вершины горы, покрытые вечными снегами. Визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус. Вдохновленные природной красотой, чистым горным воздухом отдохнувшие и набравшиеся сил участники конного перехода отправляются дальше. Путь предстоит долгий. Во второй день конного перехода всадникам на лошадях карачаевской породы нужно преодолеть около 60 километров. Гумбаши-Худес. Несмотря на потрясающие виды окрестностей, сам маршрут не самый обустроенный. Скалистая местность меняется густым лесом, небольшими озерами и речушками с ледниковой водой. Лошади карачаевской породы с легкостью преодолевают природные препятствия. Ведь их отличительной чертой являются неприхотливость, работоспособность, хорошая координация движений, крепкая конституция, устойчивость к различным заболеваниям и выносливость. А это знаменитые царские ворота, через которые проходят участники конного перехода. Скальный массив высотой около 100 метров с огромным прорубленным проходом в верхней части. Внешне напоминает монументальные царские ворота. Отсюда и название. Дальше мост исполинских размеров. Стартовая точка для подъема к озеру Хурлакюль, одного из древнейших на земле, как считают ученые. Впереди Чучхурские водопады и, наконец, ущелье Худес. На этом живописном месте остаются ночевать участники конного пробега во второй день. А уже сегодня, в третий день конного перехода, посвященного Дню возрождения карачаевского народа, участники без потерь финишировали в Учкулане. 20 апреля в субботу в высокогорном ауле Большого Карачая состоится праздник, в ходе которого выберут лучших жеребцов карачаевской породы для дальнейшего их разведения. Делегацию на всем пути сопровождает Анна Михайлова из Ставропольского края. Любительница лошадей карачаевской породы фиксирует передвижение конников и любезно предоставила некоторые видео в съемочной группе вестей. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия.